Здравствуйте! В эфире программа «Формула здоровья» и ее ведущий Павел Богословский. В ближайшие полчаса узнаем самые актуальные новости зарубежной и отечественной медицины. Польза сорняка. Ученые разработали препарат для лечения рака на основе борщевика. Высокая ответственность. В России повысит штраф за продажу лекарств без рецепта до 200 тысяч рублей. Право на жизнь. В 2022 году в регионе выходили 920 недоношенных детей. О том, как не допустить заражение паразитами и что делать, если оно все же произошло, в студии расскажет Анастасия Бочарова, врач-инфекционист областной инфекционной больницы. Целебный отвар. Помогает ли Иван чай против вирусных заболеваний? Разберем в рубрике «Под вопросом». Здоровая улыбка. Практические советы по чистке зубов расскажем в одном из сюжетов. А вот такие темы ждут вас в этом выпуске программы «Формулы здоровья». Начинаем с обзора новостей. Ученые из Мордовского госуниверситета разработали препарат против онкологических заболеваний на основе борщевика. Исследователи выделили из растения фуранокумарины. Разработчики выяснили, что это биологически активные соединения, способные вызывать повышение чувствительности к воздействию солнечных лучей. Под влиянием ультрафиолета они необратимо связываются с ДНК опухолевых клеток, которые теряют возможность делиться и, как следствие, гибнут путем самоуничтожения. В России повысят штраф за продажу лекарств без рецепта. Для фармацевтических работников и должностных лиц суммы составят от 10 до 20 тысяч рублей. Или произойдет дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года. Для индивидуальных предпринимателей штрафы будут от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц от 150 до 200 тысяч рублей. Отмечается, что с 2010 года в России наблюдается значительный рост более чем в 2,5 раза числа лиц, зависимых от лекарственных препаратов с психоактивным действием. В прошедшем году в Воронежской области родилось 920 недоношенных малышей, из которых 41 с экстремально низкой массой тела. Для маловесных детей создаются оптимальные контролируемые параметры поддержки витальных функций и щадяще развивающих условий внешней среды. А для малышей с различными патологиями применяются аппаратные методы замещения или поддержки витальных функций. Этот процесс контролируется с помощью специальных аппаратов для круглосуточного мониторирования основных параметров газообмена и кровообращения. Как сообщается, самым маловесным младенцем, которого успешно выходили в Воронежском перинатальном центре, стал мальчик с массой тела 610 граммов. По данным Всемирной организации здравоохранения, паразитарными болезнями в мире заражено более 4,5 миллиардов человек. В течение жизни практически каждый россиянин переносит подобные заболевания. О том, как не допустить заражение и что делать, если оно все же произошло, расскажет Анастасия Бочарова, врач-инфекционист областной инфекционной больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, когда мы говорим о заражении паразитами, в памяти всплывают отдаленные времена. Вот сейчас это актуально, проблема паразитарной болезни? Да, актуально, так как эти все возбудители паразитарных заболеваний, они существуют в современном мире, вместе с нами обитают. И никуда не уделись. Конечно, нет. Но все-таки, если брать уровень санитарной все-таки защищенности человека, он другой, нежели чем-то 50-100%. Ну, стало лучше с тем, что все-таки и продукты обрабатываются тем или иным способом, каким-то вот, и гигиена населения, то есть и работа ветеринарных служб, то есть она на уровне. Но, тем не менее, не исключается возможность того, что заболевание разовьется у человека. Ну, давайте начнем сначала все-таки от путей заражения. Как можно заразиться? От кого можно заразиться? Чем можно заразиться? По очереди, по порядку давайте разбирать. Ну, такое, что ближе к нам, скажем так, еда, да, то есть то, что мы любим каждый день. Вот, это мясо, то есть это стейки непрожаренные, вот, вода, купаемся в речках, салаты, овощи, фрукты, то есть это все элементарный путь передачи, это все с пищей и водой, скажем так. От животных, то есть кошки, собачки, это наши друзья младшие, вот, мы тоже можем от них, от собак таксокороз, кошечки, это таксоплазмоз, вот, ну и в целом, вообще на окружающей среде, то есть даже в почве, в песке, то есть вот. Грязные руки. Да, естественно. Первый путь заражения. Конечно, да. Если разбирать вот путь заражения от животных, животные бывают домашние, разные. Есть абсолютно полностью домашние животные коты и кошки. Есть собаки, которые периодически выходят на улицу, ну и коты тоже, которые периодически выходят на улицу. Есть, как бы, деревенская жизнь, где животные на, скажем так, полном выгуле себя чувствуют. Есть ли разница в, вот, в этом, чтобы заразиться? Нет, абсолютно никакой разницы. То есть одинаковые домашние животные, сельскохозяйственные, то есть которые живут там уличные коты и собаки, они также в равной степени могут носить в себе возбудители заболеваний. Вот, то есть даже если котенка принесли домой сразу, он рос и не покидал четыре стены, то есть не исключается, что мама котенка была заражена таксоплазмозом, соответственно, передала его... Своему котеночку. То есть от степени выгула домашних животных не зависит ни в коем случае. Хорошо. Если говорить о развитии болезни, симптомы, на что стоит обратить внимание, потому что, когда я готовился к нашему интервью, я узнал, что вот последствия может быть как набор веса, так и наоборот похудение. Почему так получается? Давайте разбирать. Ну, смотрите, то есть паразит гельмин сам по себе отдельно живущий организм, которому так же, как и нам, нужно питаться, развиваться, расти, размножаться. Соответственно, ему нужен какой-то субстрат, то есть наш организм с питательной средой, которую он может поглощать. Как правило, они выбирают себе людей тучных с большой массой тела, потому что много энергии. Симптом как раз-таки это похудение спонтанное. Это значит, что можно подозрить гельминтоз в той или иной степени. Также, если говорить о наборе веса, то есть это провоцирование голода. То есть не хватает питательных веществ к гельминту, человек, соответственно, получает сигнал, что ему нужно больше кушать. Чтобы и на себя, и на хозяина. Да, вот чтобы ради того, чтобы поддерживать жизнь в гельминте. Какие еще симптомы бывают при заражениях паразитами? Наверное, они все-таки у разных паразитов разные. Да, но они все равно, тем не менее, очень неспецифичные. Эти симптомы каждый человек в течение своей жизни испытывал. Но когда это на регулярной систематической основе, то есть можно как бы уже задуматься, а не гельминт ли это, да, не какой-нибудь это паразит. То есть это нарушение сна, кожаный зуб, неустойчивый стул, изменение в весе. Какие-то неврологические симптомы, когда человеку кажется, что внутри кто-то не воплотный, то есть какой-то дискомфорт в животе, такое тоже не исключается. И обычно больные ходят по другим специалистам. То есть до нас они доходят, но уже прям вот когда... Не совсем сразу. Да, то есть уже они пробежали всех, и только у кого-то там возникла мысль, возможно, это гельминт. Поэтому как бы направляют к нам. А как определяется-то в таком случае, какой анализ надо сдать, или какое обследование пройти? ФГС или общий анализ крови достаточно? Ну, смотрите, на начальном этапе, то есть если рассматривать о рамках диспансеризации, то стандартный общий анализ крови. Эзинофилия в крови, повышение их уровня, то есть может как бы натолкнуть специалист на мысль о том, что это гельминтоз. Но если говорить уже о более углубленном исследовании, то это тут, конечно, комплексное и инструментальное, и лабораторное исследование. ФГС или все-таки? ФГС, колоноскопия, дуоденальное зондирование, узи брюшной полости, КТ, то есть все возможные методы исследования применяются. Тут как бы зависит от ситуации, от клинической картины и анамнеза, которая присутствует у конкретного больного. Возможно, у меня какие-то исследования были до этого. То есть в каждом случае нужно разбираться отдельно. Из лабораторных методов исследования, то есть самым таким золотым стандартом сейчас, все-таки как и был, так и остается, то есть капрологическое исследование. То есть это ежедневный осмотр стула человека. Возможно, описание о том, что когда-то он сам видел какие-то изменения. И анализ крови, который делается различными методами. У нас тоже в том числе он делается. Но дело в том, что их достаточно много, и человек без медицинского образования, то есть ему тяжело пойти там самостоятельно какой-то сдать. То есть это может быть не критерием болезни. И как бы вопросы тоже возникают. Поэтому надо просто к грамотному специалисту обратиться, чтобы понять, какой анализ именно нужно сдать. Давайте подробнее поговорим о токсоплазмозе. Мы уже сегодня упомянули, что есть такое заболевание. И наиболее часто, наверное, с этим заболеванием сталкиваются люди, девушки, которые забеременели, женщины, которые забеременели. В каждой, наверное, женской консультации обязательно говорят про токсоплазмоз. Чем он опасен, почему он опасен, как он протекает. Повышенное внимание к токсоплазмозу у беременных связано с тем, что это заболевание может передаваться от матери к ребенку. И в дальнейшем у ребенка при рождении могут возникнуть какие-то отклонения в развитии. Скажем так, аномалии, задержка в умственном развитии. Это тоже все присутствует. А это паразитарное заболевание? Это паразитарное заболевание. То есть вообще у нас паразитарные заболевания как бы это протозойные и гельминтоз. То есть это все, что как бы объединяется в эту группу. Поэтому всех беременных, женской консультацией обязательно торч-инфекции, всех проверяют. То есть это те инфекции, которые представляют опасность для ребенка. Но тем не менее токсоплазмозом как бы у нас уже во взрослом возрасте, переболели практически все. То есть для условно здорового человека... Да, если человек с нормальным иммунитетом, у него нет никакого иммунодефицита, он переболеет этой болезнью бессимптомно абсолютно. Антитела образуются пожизненно, то есть некий иммунитет он приобретает. Ну как ветрянка, условно говоря. Хорошо. Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв, а после продолжим наше интервью. Помимо гигиены кожи и продуктов, необходимо соблюдать и гигиену полости рта. В 21 веке стоматологи рекомендуют не останавливаться на ежедневной чистке зубов. Также советуют использовать дополнительные гигиенические средства. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Мы все с детства знаем, что зубы надо чистить два раза в день. Утром и перед сном. Но лишь немногие из нас правильно это делают. Начнем с выбора зубной щетки и пасты. Стоматологи настоятельно рекомендуют щетину мягкой или средней жесткости. Принципиального отличия нет. Так же, как и с выбором пасты. Кальций, фтор и другие минеральные вещества лучше усваиваются внутри организма с принятием пищи, а не через полость рта. Отбеливающие пасты выбирать очень-очень аккуратно. Я не всем пациентам абсолютно их рекомендую, потому что они более абразивные. Это там мелкодисперсные частицы содержатся и из-за этого может нанести дополнительные сколы эмали. То есть микро-микротрещины, эмали, но все равно они будут. Для обработки полости рта после еды лучше использовать зубную нить или межзубные ершики. Они более эффективны и не вредят деснам, как, например, зубочистке. Для того, чтобы зубы были в порядке, главное – соблюдать правильную технику чистки зубов. Начинайте с внешней стороны челюсти. Ее обрабатывают выметающими движениями от десен к зубам. Жевательные группы зубов у нас с вами возвратно-поступательные движения. То есть мы берем и спокойненько, как вы все привыкли в домашнем обиходе, чистим, прочищаем все жевательные зубки. С одной стороны, с другой и то же самое на верхней челюсти. Внутреннюю поверхность зубов чистим так же, как и внешнюю. Если у вас есть проблемы с парадонтом, шинирующие конструкции или скучность зубов, необходимо после основной чистки использовать монопучковую зубную щетку. Такими кругленькими движениями проходим все-все межзубные промежутки. Это, конечно, занимает много времени, не все пациенты сразу к этому привыкают. Но поверьте, если вы привыкнете проводить эти манипуляции два раза в день, зубочелюстная система вам скажет спасибо. Состав минеральных добавок и сама щетка, будь то обычная или электрическая, не играют принципиального значения. Главное – это регулярная, правильная и тщательная обработка полости рта и ежегодная санация у стоматолога. И тогда лучезарная улыбка вам обеспечена. Продолжаем нашу беседу. Напоминаю о том, как не допустить заражение паразитами и что делать, если оно все же произошло. Мы говорим с Анастасией Бочаровой, врачом-инфекционистом областной инфекционной больницы. Если говорить о локализации паразитов, ведь это не всегда желудочно-кишечный тракт. Из школьного курса по биологии, насколько я помню, мы знаем, что паразиты могут и в кровеносной системе курсировать. Давайте об этом подробнее поговорим. Почему так получается и действительно в каких местах можно обнаружить паразиты? Абсолютно во всех органах человека можно обнаружить паразита. То есть если мы говорим тот же самый, допустим, амебиаз, то есть есть кишечная форма, есть внекишечная. Внекишечная форма характеризуется формированием абсцессов подпеченочных, головного мозга. То есть такое тоже не исключается. Нейроцистициркоз. То есть это отложение яиц, скажем так, головного мозга, в головном мозге человека. То есть отсюда идет симптоматика клиническая, неврологическая, вплоть до эпилепсии. То есть такое тоже бывает. В мышцах тоже могут располагаться в глазах. Например, тот же самый токсокороз от собачек наших любимых. То есть это глазное заболевание в некоторых случаях. Тазовые абсцессы тоже бывают, миалгии всякие разные. Если говорить о лечении, сложнее подобные случаи лечатся или есть одна терапия условно-универсальная, которая как бы действует при любой локализации. И вообще, что она из себя эта терапия представляет? Ну, универсальной терапии нет. То есть каждый препарат подбирается индивидуально под возбудителя. То есть если мы... Это обычное такое классическое заболевание гельминтоза. Мы просто подбираем препарат. Но если есть какие-то там ограничения, у человека может быть хронические заболевания сопутствующие. То есть тут нужно аккуратно с привлечением других специалистов. Если это какие-то кистозные образования, те же самые абсцессы, то есть мы привлекаем уже других специалистов, хирургов. То есть, возможно, потребуется хирургическое лечение. Если говорить о детской заболеваемости, ведь у детей в плане гигиены, конечно, вопросов гораздо и гораздо больше. Причем, чем младше ребенок, тем, естественно, вопросов больше. Насколько чаще, скажем так, болеют дети подобными паразитарными заболеваниями? И это отражается как-то на дальнейшем развитии организма детского? Скажем так, для каждого возраста характерна повышенная заболеваемость определенными видами паразитов. То есть у детей это все-таки, скорее всего, будто острицы, они болеют чаще, и аскориды. Это связано с тем, что они все-таки ходят в детские сады, в песочницах ковыряются, играются. То есть для них это. У них, естественно, не будет широкого лентеца, свиного, бычьего цепня, потому что вряд ли кто-то будет давать ребенку непрожаренное мясо, согласитесь. То есть у взрослых все-таки это не так распространено. У них все-таки апистархоз, эхинококос, токсокороз из таких. Если говорить о самолечении, потому что наши бабушки и дедушки тот же гельминтоз лечили, скажем так, еще и 50, и 100, и 200 лет назад. Такие семечки, если вспомните, и прочее, прочее, прочее. Во-первых, действуют ли такие методы? Если действуют, то какие? Или не действуют совсем? Давайте разбираться. Если говорить все-таки о нетрадиционной медицине, да, недоказательной, то есть в этом и смысл, что это недоказано. Как бы с одной стороны может помочь, но как бы никто не исключает самоизлечение от гельминтоза. То есть как бы если сопоставить, да, вот эти вот факты, и можно как бы уже сослаться на то, что, ой, мне помогло, я там выпил какой-то эликсир, микстуру, и мне помогло, я вылечился. Но тем не менее, абсолютно не факт, что человек выздоровеет. Просто он может как бы принять какой-то там препарат, те же самые сивечки, вот. И как бы на этом все закончить. Подумал, что он выздоровел, потому что, ну, опять-таки, гельминтоза в большинстве своем случаев протекает без симптома. То есть должно пройти много-много лет перед тем, как что-то вот прям проявилось так интенсивно. Наш человеческий организм, то есть в большинстве своем случаев, вот судя из вышесказанного, сам может справиться без каких-то дополнительных терапий. Ну, скажем так, иммунитет, конечно, играет тут свою роль. Вот, то есть какие-то факторы агрессии против паразитов все-таки присутствуют, но скорее это больше зависит от цикла жизни паразита. То есть, грубо говоря, он умирает и перестает существовать в организме. То есть с этой стороны. Самоликвидируется, условно говоря, да? Есть ли какие-то наиболее опасные заболевания, с которыми прям затягивать совершенно не стоит? Да, одним из таких является апистархоз. Апистархозом можно заразиться, употребляя в пищу рыбу карповых. То есть заболевание может развиться двумя путями. Это желтуха. Тогда как бы все сразу ясно и понятно, уже мы приступаем к лечению. Стремительно и быстро это вот в какие сроки? День, неделя, месяц? Ну, такой, скажем, классический пример. То есть рыбак с Астрахани приехал, три недели назад ел там рыбу, половил карповых, засушил таранку и съел. И пожелтел. То есть так. Сроки могут быть разные. То есть зависит от инкубационного периода, от количества паразитов, которые попали в организм. Органом мишени для этого заболевания является печень и желчные протоки. То есть это заболевание, если оно не лечено, если оно протекает в бессимптомной форме, может привести к новообразованиям печени. То есть это онкологические заболевания. В завершение давайте поговорим о профилактике. В частности, хотелось бы, наверное, больше внимания уделить действительно домашним животным. Потому что со всех сторон вроде как хорошо иметь у себя домашнее животное. Это и режим жизни, и психологическая разгрузка какая-то. Но вот, как мы уже в самом начале нашей беседы определили, что они часто бывают причиной того, что человек заболел каким-то паразитарным заболеванием. Вот что нужно делать? Обрабатывать собаку, грубо говоря. Мыть каждые две недели кота. Давайте об этом поговорим. Ну, во-первых, нет, не стоит, конечно. Понятное дело, что их нужно мыть и купать. Просто при контакте с животными стараться свою гигиену соблюдать. То есть антисептики, салфетки. То есть пользоваться этим. Кошки, которые ходят в лоток, то есть нужно аккуратненько собирать комочки в пакетик, утилизировать и очень хорошо обрабатывать руки. Вот так же со слюной собак, со спражнениями собак. То есть это человек должен за собой следить, животное за собой особо не последит, вот что он выделяет. Вот, то есть это обработка, конечно, рук человек. Ну, естественно, конечно, мы любим целовать своих животных, это все понятно. Так еще и в постель пускать, ну, это как если чихуахуа какая-нибудь небольшая, как же ее в постель-то, или кота, тепло и уютно. Ну, не стоит. Лучше не стоит все-таки этого делать. Врачи, инфекционисты против. Суровые. Хорошо. Ну, если говорить о других, понятно, что есть как бы хрестоматийные, это мыть руки, мыть посуду, мыть фрукты и овощи, что-то специфическое, может быть, есть. Ну, у нас в последнее время все-таки актуальны вот непрожаренные стейки, вот, то есть термическая обработка пищи должна быть полной. Некоторые хозяйки пробуют фарш на сольность, то есть тоже этого делать не стоит. Никакого сырого мяса не прожарен, только стопроцентная прожарка любой. Рыбы, курицы, мясо. Ну, вот в завершение уточняющий вопрос, вот насколько должна быть интенсивна эта термическая обработка? То есть, ну, есть же какие-то температурные, временные отрезки, при которых определенные паразиты погибают. Можно там классические какие-то примеры привести? Просто чтобы не было признаков, так скажем, красноты, крови, то есть вот такое все. Визуальная оценка просто мяса. То есть ужаривать до состояния угольков тоже не стоит. В принципе, достаточно, чтобы сок ушел красный, и все. Ну что ж, я думаю, как раз перед сезоном шашлыков очень актуальная информация. Спасибо вам большое, что были в нашей студии. Удачи и успехов. Спасибо. Я напомню, в студии «Формула здоровья» была Анастасия Бочарова, врач-инфекционист областной инфекционной больницы. Оставайтесь на телеканале ТВ «Губерния». Далее в программе. Попробуем выяснить, помогает ли иван-чай бороться с вирусными заболеваниями. Россия – чуть ли не единственная страна в мире, где продолжают готовить напитки из иван-чая. Сегодня диковинный русский напиток продают на многих зарубежных площадках, а официальная медицина открывает все больше полезных свойств этого растения. В чем польза иван-чая? Предлагаем разобраться в нашей постоянной рубрике под вопросом. Ученые исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске выявили противовирусную активность экстракта иван-чая или кипрея узколистного в борьбе с коронавирусом и вирусом герпеса. Выявленные свойства могут быть полезны для разработки эффективных профилактических и лекарственных препаратов. Уточняется, что использовать кипрею узколистный можно будет как в виде чайных напитков, так и в виде отдельных веществ, выделенных из его экстрактов. Также он может входить в состав мазей для местного применения. Сотрудники Новосибирского научного центра уже разработали единую технологию получения экстракта из гранул ферментированных листьев этого растения. Сотрудники Новосибирского научного центра уже разработали единую технологию получения экстракта из гранул ферментированных листьев Иван Чая. Успеваемость в школе – тема, которая беспокоит многих родителей и преподавателей по всей стране. Исследования, проведенные в последнее время, указывают на то, что причиной плохой успеваемости в школе могут быть проблемы со зрением. Лучшей профилактикой заболевания глаз офтальмологи называют гимнастику. Несколько упражнений такой зарядки для детей покажем в следующем сюжете. Продолжаем комплекс упражнений. Палец правой руки ставим перед собой на расстоянии 30 сантиметров и смотрим на палец. Палец медленно начинаем приближать к носу, пока у нас не начинает глазах двоится. Упражнение повторяем 6-8 раз. Упражнение снижает утомляемость нагрузки на близком расстоянии. Следующее упражнение. Пальцы кладем на верхние веки и круговыми движениями массируем в течение 1 минуты. Упражнение способствует улучшению кровообращения век. Следующее упражнение. Пальчиками кладем на верхние века и слегка прижимаем в течение 1-2 секунд и убираем. Упражнение способствует циркуляции внутриглазной жидкости. Упражнение мы делаем каждый день. На сегодня это все. Напоминаю, наша программа выходит по средам на телеканале ТВ-Губерния, в спутниковой сети Триколор ТВ и во всех кабельных сетях Воронежа, а также на канале ОТР в первом цифровом мультиплексе. Все выпуски программы «Формулы здоровья» можно смотреть в любое время на интернет-канале tv-fizgubernia.ru. Наше эфирное время подошло к концу. Теперь вы знаете о своем здоровье немного больше. Это была «Формула здоровья» и Павел Богословский. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова